Красный борщ. Как видите, здесь есть специальная кухня, в этой гостинице, в которой я живу. Пока что мне никто не мешает. Это все-таки воскресенье, завтра новый рабочий день. Обычно, если мне что-то нужно готовить, что-то достаточно масштабное, как красный борщ, мне нужно время, поэтому я обычно выбираю воскресенье, либо просто выходные. Красный борщ я уже готовил. Повар первого разряда. У меня есть гастрюлька, дальше чайник, такие вот подносы, чтобы там мешать. Некоторые кухонные предметы я покупал за деньги, потому что, когда я переехал в гостиницу, у меня вообще некоторых вещей не было. Кое-что из дома привез, сдал, упился. Вот здесь доска, здесь кетчуп и много чего другого, чтобы мне приготовить красный борщ. Итак, с чего же я буду готовить красный борщ? Вот я купил бурак, вот бурак, лук, кетчуп, подсолнечное масло, капуста, помидор, помидорчик, картошка, морковка. Я вам рассказал, из чего конкретно я буду готовить свой красный борщ. Поэтому поехали готовить красный борщ. Первым делом я поставил чайник, чтобы была горячая вода. Эту вот кастрюлю мне нужно помыть. Я тут варил пельмени, чтобы в ней варить, в общем, красный борщ. Чайник закипел, кастрюльку я помыл. Теперь я, ну, как бы, комфортку включил на 6. И вот теперь заливаю горячей водой. Пусть дальше, короче, нагревается и кипит. Теперь мне нужно помыть этот красный бурак. Все то же самое я сделаю с другими овощами. Так, вода уже кипит, поэтому можно поставить на меньший нагрев, например, на двойку. И вот так вот отодвинуться, чтобы потихоньку кипело, в общем. В основном тут, знаете, мусорника нету, поэтому весь мусор и все отходы я буду уложить вот в этот пакет, в общем, от Максима. Теперь я буду кромсать и крошить этот красный бурак и потом жарить на сковородке. Все с остальными овощами, все то же самое, только немного по-другому буду делать. Дальше мне нужна вот эта вот сковородка. Ее нужно нагреть, потом налить постное масло и после этого я буду уложить сюда бураки, которые уже накромсал. Какое-то время они должны немножко погреться и залить водой, чтобы они, в общем, жарились. Минут 20. А потом через минут 20 нужно налить соуса, ну, обычный соус или кетчуп и прожарить примерно 5 минут еще. Сковородка разогрелась, масло я уже туда налил, поэтому можно вложить туда красный бурак. Теперь пусть это дело разогревается немного на сковородке красный бурак. И потом я сверху налил воды и пусть это минут 20 жарится на сковородке красный бурак. Красный бурак немного поджарил, вот, и надо залить немного водой. И все это дело, дело, жарить минут 20. Можно поставить на небольшой огонь, да, вот эти вот бураки, которые будут жариться минут 20. То есть, ну, пусть будет на тройку. Вот, и теперь можно застекать на минут 20. Пока идет все полным ходом, жарится, парится, кипятится. Пока там все варится и парится, я подготовил морковку, картошку, помидор, капуста, лук. И в процессе всего это все будет готовиться и ложиться в кастрюлю, вариться. По первому разряду погода хорошая, все готовится, красный бурщ готовится, потому что я его готовлю. Погода замечательная, хорошее настроение, это воскресенье, что может быть еще лучше. Вообще, мне и нравятся вот те домики за окном. Ладно, мы будем болтать, давайте дальше готовить красный бурщ. Примерно 20 минут уже прошло. Нужно теперь туда положить кетчупа на свое усмотрение. Вот, и поставить потом более на меньший огонь, пусть это двоечка будет. Перемешать это как следует. И пусть минут, 5 минут еще пожарится. И потом все это забросить в кастрюлю, где капитится вода. В общем, бураки пожарились, как я говорил, примерно 5 минут в соусе. И теперь это можно все забрасывать в кастрюлю, где варится вода, кипятится. Примерно вот так вот выглядит красный борщ. То, что вот бурак и добавление кетчупа или просто какого-то соуса, либо помидор добавляется. В общем, я почистил картошку, морковку. И теперь надо это будет все забросить в вареную кастрюлю. Ну и в процессе потом будет лук, помидор и капуста. Капуста она быстро варится, как и помидор. Можете уже писать свои комментарии, что вы думаете про красный борщ. Вот так вот это примерно уже выглядит. Все варится. Можно побольше поставить. Там не двойка, а, например, уже пусть будет пятерка. Ну вот, я, короче, уже приготовил лук. Можно уже сбросать в процессе. Это уже вот так вот выглядит. Все варится. Красный борщ. Вот, я уже приготовил, короче, капусту. Теперь буду капусту, может, даже. Ну, много сделал. Сейчас посмотрим, что получится. Может, даже придется на месте себе часть капусты, которую я уже приготовил для красного борща. Может быть, даже воды не хватит, которая к кастрюлю не будет. Надо маме позвонить, спросить. Нужно доливать воду. Да, я очень много капусты сделал. Сейчас просим совета. Мамы. Пусть это покроварится. Вот так вот это примерно выглядит. С капусты. Видите, воды не хватает. Надо к маме позвонить, спросить. Надо как там добавлять к воде. Кипятить ее, либо с крана. Видите, еще места хватает, чтобы жидкость добавить в кастрюлю. К маме позвонить. Мама, слушай, если вот я капусты много наделал, но не хватает жидкости в красном борще, как это? Надо скопитить в воду, либо из-под крана налить в кастрюлю. Из-под крана. Нет? Хорошо. Спасибо. В общем, я вам сказала, чтобы я просто из-под крана долил воду в кастрюле. Так что воду не надо пипятить. Можно смело брать кастрюлю и налить холодной воды. Чтобы хватило, короче. Ну, где-то примерно вот так вот пусть будет. И пусть теперь это дело варится на шестерочку. Вот. И можно добавить остальную капусту, которую я нарезал для красного борща. Пока это все дело варится, красный борщ, можно уже добавить приправу. Вот, приправу дополнительно. там, не знаю, на свой вкус. Дальше перца можно добавить. перца и на свое усмотрение нужно добавить соль. теперь все это можно размешать. Соль, переправу и перец можно уже размешать и пусть дальше варится. повару первого разряда. Вот, попробую как на вкус. Пока еще не готово, надо еще раз. Ну, пусть минут 20 поварится. еще я хочу добавить помидор. Это последний штрих. Вот. Тут еще пенка образовалась такая вот. Это надо выбросить. Это нехорошо. И один из последних штрихов. Я уже сказал, что я закидываю нарезанные помидоры. Туда бросаю. и пусть все это дело варится минут 20 еще. Вот так вот примерно выглядит уже красный борщ. Я его размешиваю с помидорками. Пусть он варится. Но уже более-менее уже что-то похоже на красный борщ. Ну еще нужно вариться. Я уже где-то примерно третий или четвертый час варю этот красный борщ. Ну естественно я все это делаю с своего удовольствия. И мне нравится сам процесс приготовления красного борща. борща. Ну можно смело сказать, что красный борщ уже готов. вот так он уже выглядит и скоро через несколько минут пойдет на хату я буду кушать красный борщ, короче, я буду кушать в другом месте, но это в той стороне смотри как тебе по запаху красный борщ лучше не найдешь запаха в этом прекрасном мире это шутки стендапа я точно знаю да? нет, это сарказм знаешь, какое слово? да, знаю напишите в комментариях про красный борщ, сарказм это видео уже подходит к концу про красный борщ после приготовления красного борща можно добавить соли, перца, ну на свое усмотрение если кто-то надумает сам варить красный борщ, то первый раз может быть не получится а второй, третий раз у вас может уже получится ну вы будете сами видеть, сколько вам варить примерно красный борщ я так провозился 3-4 часа ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, всем пока 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 Продолжение следует...